Константиновский. Клиник Леником. Ваша должность с главным гостем? Лицец, привет. Санкт-клиник Леником. Вы осмотрели сейчас лица. О каких проблемах вы уже сейчас можете сказать нам? Пока в данный момент лица мы еще не осмотрели. Но тем не менее, из того, что видно на данный момент, очень похоже, что у малышки у нас есть катаракты. Чаще всего катаракты в этом возрасте у них бывают галантеземические. Это что такое? Когда их неправильно выкармируют, и в молоке слишком много лактозы, у них хватает ферментов, которые называются лактаза. В этом случае у них элементарная катаракта формируется. Прямо удивительно, что у них катаракты только на одном глазу. Потому что это же хищники, они очень долго должны находиться на подсосе у левицы. Если ее начинают неправильно кормить, то из-за переизбытка молочного сахарного лактозы и из-за недостатка некоторых аминокислот у них может развиваться какая катаракта. Хотя есть ряд статей, которые говорят в пользу того, что катаракты все же могут плюс-минус иметь еще и генетическую приводу катарактов. То есть это именно питание? Чаще всего это связано именно с питанием. Почему? Потому что они месяцев до пяти, до шести, они должны еще на подсосе, если они должны маму тушить. То есть она уже наверняка тушит какую-нибудь не очень здоровую пищу, в каком-то большом, достаточно отдельный. Ну и выкармливали, скорее всего, козьим молотом или банкновенным молоком. Потому что такую тушу выкармливать, допустим, заменителем кошачьего молока почти невозможно, очень дорого. Потому что у них в день должны есть около 10% своей массы тела. Представляете, сколько там кошачьего молока нужно найти? 30 килограмм. Так, а вот это вот что-то пищит. Это поддумаем то. Который говорит вам о том, что все работает. А, все, я понимаю. А вот если не лечить, да, сейчас эту катаракту, какие могут быть дальше проблемы, последствия? Катаракта у крупных кошек очень часто приводит к развитию другой проблемы, которая называется глоукома. Это неизлечимое заболевание, которое провоцирует воспаление внутри глаза, смерть глаза, смерть сетчатки. И в результате приходится протезировать этот глаз или угорять его вообще. То есть сейчас, когда у нас есть такая катаракта, мы можем просто удалить хрусталик, и, соответственно, вернется зрение и риски развития глоукомы уменьшится примерно на 2000%. То есть там 200 раз. Очень сильно. А насколько сложная операция? Сколько длится по времени? Ну, если все будет хорошо, такая операция длится около 15-20 минут, если все будет в порядке. Более того, у нас есть прям прямая калериация. Если операция сделана хорошо, то она сделана быстро. То есть если операция длится больше 30 минут, больше часа, больше двух часов, то, скорее всего, будут какие-то прям ощутимые проблемы. А как часто Вы, как ветеринар, сталкиваете с подобными случаями? Как часто Вам вообще приводят диких животных? Ну, видите, дело в том, что я офтальмолог, и мы занимаемся исключительно офтальмологическими проблемами. Мы в том числе, мы достаточно много лечим, соответственно, диких животных, диких золотарковых животных. Ну, это связано просто со спецификой того, что мы офтальмологически, со спецификой того, что у нас 4 клиники в разных регионах. Специфика того, что, не знаю, я дружен с большинством людей, кто свою жизнь посвятил болезням диких животных. Поэтому у нас и диких животных, и птиц достаточно много. Специализация именно по диким животным? Ну, у меня нет специализации, у меня специализация по глазам. А дикие животные – это такое приятное дополнение моей работы. Расскажите, чем опасны Вы, почему их вообще нельзя содержать дома? Ну, чем опасны Вы? Вы смотрите, вот этот маленький котенок и у нас вот молочные зубы. У него молочные зубы больше, чем у огромной большой собаки. Добавьте сюда вот еще вот такие вот коготки. И, соответственно, этот коготок и плюс зубки, ну, я думаю, что даже вот такой щенок мне может сделать очень больно. А какие последствия могут быть, да? Какие условия вообще нужны для содержания таких животных? Чем их кормить, как содержать? В идеале такие животные должны жить в дикой природе, в Африке, то есть, если это африканский лет. То есть, это был бы самый лучший вариант. Поскольку у нас их довольно много плодится, и они у нас все находятся, то есть, проще всего взять много, где, например, в Московском зоопарке там прям прописи есть. То есть, это ведущий зоопарк, который у нас есть в стране, и, ну, и, соответственно, кормить в зависимости от этих прописей, которые у нас есть. То есть, там достаточно серьезный рацион, но я думаю, что ребята готовы поделиться своим секретом этой проблемой. Угу. Ну, все, спасибо. На здоровье. А сколько вообще живут в естественных условиях? Ой, в зоопарках они живут 100% дольше. То есть, Миш, сколько они в зоопарках живут? В зоопарках. В зоопарках лет 20. В живой природе сколько? Лет 10-8? Ну, никто не знает. Ну, в принципе, не больше 5 лет. У нас в квартире, в принципе, невозможно содержать. То есть, рано или поздно. Ну, я просто, ну, думаю об этих людях, которые у нас есть. Нет, в квартире, в квартире даже по закону нельзя же себя. Это же дикое животное. А откуда они вообще берут зоопарки? Миш, откуда они зоопарки берут? Ну, ну, Кавказик разводит верхнее место, где живут. Для кого? Где разводят? В Дагестан. Серьезно. В Чечне, да. В каждом городе. Да? Тайгань. Вместо Али. Но основной источник это Кавказ. В общем, там много держится, а это не работает и правда. Спасибо. Для меня это шок. Просто да. У нас свет у него. У нас свет у него, подожди.